Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». С вами Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Александр Корнюшин, сапсерфер. Здравствуйте! Здравствуйте! Для тех, кто не знает, что такое сапсерфинг, давай вкратце расскажем, что это за спорт. Сапсерфинг – это гребля стоя на доске веслом. Что нужно для этого спорта? Для этого спорта нужна доска, весло и вода. Что за доска? Это ведь не любая доска, которую там оторвал, поставил и поплыл. Да, это доска специально предназначена для сапсерфинга. Она бывает жесткой, бывает надувной. В основном используются надувные. Ее легко перемещать из озера к озеру. Приезжаешь, надуваешь, становишься и гребешь веслом. Насколько дорогой этот спорт? Сколько стоит вот это все? То есть доски, весла? Начальная доска стоит от 25 тысяч, наверное, скорее всего. Это комплект весло идет, доска, насос, страховочный лиш и, собственно, киль. Что за страховочный лиш и киль? Страховочный лиш – это такая резинка, которая надевается на нгу и прикрепляется к доске. В случае чего, допустим, когда течение или сильный ветер, если кто-то падает в воду, то доска, как спасательный жилет, она рядом находится с человеком. Следовательно, ты сразу на нее можешь залезть. Вот. Киль – это на дно надевается, это как плавник, и он держит курс, чтобы доска шла прямо. Ты один занимаешься сапсерфингом или есть какая-то компания единомышленников? У меня не один. Собственно, много друзей, знакомых, которые вот в этом году, кстати, уже купили доски. Вот. И, следовательно, движ нарастает, и больше людей начинает увлекаться этим. Как в Рязани найти единомышленников? Где вы находитесь? Как вас искать? Да, в Рязани, как бы через интернет, как правило, через Инстаграм можно найти, собственно, написать и какой-то замутить совместный движ. Вот. Это просто… Можно мне написать, грубо говоря. А как часто вы катаетесь? Куда вы катаетесь? Как правило, это бывает в выходные дни. Вот. Любим катать в дубках на реке Атока, по Старице в Солочи, Агропусин-Солочи, вот, Старице. Также выезжаем на лесные озера наши любимые. Это Ласовское озеро, Уржинское, Сегнинское, Черненькое. Вот. Собственно, рядом с городом, как правило, у нас очень много водоемов. Вот. И, собственно, 10-15 минут от города это на месте. Когда открывается сезон сапсерфингом и когда закрывается? Открывается сезон, когда вода становится жидкой. Вот. Это весна. Этой весной мы открыли сезон, наверное, вот в середине апреля, в начале середины апреля. Вот так вот. Как обычно проходит ваш заплыв? То есть с чего он начинается? Сколько длится сам заплыв и как возвращается? Заплыв начинается с того, что мы приезжаем на место, накачиваем сапы. Вот. Это такое очень физически самое сложное, наверное, занятие в сапсерфинге – накачать сап. Вот. Собственно, выплываем и катаем два-два с половиной часа из точки А и в точку А возвращаемся. Самые яркие заплывы? Что особенно запомнилось? Наверное, вот один из самых ярких заплывов был в том году. Был фестиваль у нас в Рязани, Небо, Россия, фестиваль аэростатов. Вот. И так получилось, что мы выплывали вместе с аэростатами. Это был рассвет, был туман, аэростаты в воздухе, мы на воде. И это очень было клево, такое сказочное зрелище. То есть этими впечатлениями я, наверное, жил полмесяца точно. То есть это вот настолько ярко и классно было, что в этом году очень хочу повторить. Это было запланировано, что вы с аэростатами встретитесь в какой-то точке или просто так совпало? На самом деле очень сложно спланировать это дело, потому что это зависит от скорости ветра, от направления ветра. И мы знали, что аэростаты проплывут над этой точкой только, наверное, в 5 часов утра где-то, когда мы там встретились, у нас общий был сбор, и мы узнали, что вот они должны проплыть там. И мы, собственно, туда подъехали, быстро накачали сапы и наслаждались этим классным зрелищем. По твоим рассказам сапсерфинг представляет собой такое спокойное, медитативное занятие. Это так или нет? Это вот для меня так. Кто-то, допустим, любит хардкор в этом плане, то есть погрести так хорошенечко. То есть есть же соревнования проводятся у нас в России по сапсерфингу. Ну, для меня это вот больше такое релаксирующее занятие, где ты можешь просто отдохнуть от городской суеты, уехать на природу и просто наслаждаться окружающим видом, водой, пением птиц, там, не знаю. И, грубо говоря, вот для меня это так. То есть я люблю больше вот именно отдохнуть на воде с доской. Ну, ты поэтому выбрал сапсерф или были какие-то еще другие причины? Да все просто. Мне нравится водная стихия, мне нравится рязанская природа. У нас она просто обалденная. И, следовательно, я просто захотел больше времени проводить в этом. Вот как все просто. А как ты давно начал заниматься? Начал заниматься еще в том году, собственно, летом. При всем своем спокойствии наверняка спорт такой немного опасный. Может быть, есть какие-то опасности, которые встречаются или таковых нет? Ну, опасности могут встречаться только, когда ты выходишь на какую-то реку с сильным течением. Когда там, грубо говоря, тебе сложно выгрести будет. Ну, как правило, на такие походы нужно брать с собой людей, которые уже с опытом. И, следовательно, опасность только какой-то сильный ветер и течение. Все. А по большому счету опасности никакой нет. Мы плаваем в спасательных жилетах. Там еще, опять же, повторюсь, есть страховочные лиши, которые надеваются к ноге. И, следовательно, все безопасно и все нормально в этом плане. А как в плане погоды? Вы выходите, вы смотрите какие-то сводки? Да, я, как правило, смотрю погоду по трем приложениям. Это Gizmetia, это Яндекс.Погода и это Винди. Грубо говоря, часто везде разные погоды, и ты, чтобы хотя бы понять, какая примерно будет погода, ты смотришь на эти три приложения и такой думаешь, так, ну, наверное, будет так, скорее всего. Вот, собственно, вот так вот планируют. Какие факторы влияют на то, что вы отмените свою поездку? Это очень сильный ветер, штормовой ветер, это гроза, потому что в грозу небезопасно находиться на воде. Это, наверное, вот два основных фактора, которые влияют на то, что поплывем или нет. Вот, допустим, если дождик какой-то, то, в принципе, с собой можно взять дождевик, сменную одежду и пойти, выплыть, пойти в поход. В этот спорт вообще легко войти? То есть, там, высокий порог вхождения, низкий порог вхождения? Как? Легко. Почти каждый человек может, собственно, начать заниматься абсерфингом. Главное – желание. В принципе, ничего сложного нет в этом деле. Ну, наверное, почти каждый человек. А если вот человек решил начать, какие бы ты советы ему дал? Я бы, наверное, дал совет первый раз выходить на воду с инструктором, чтобы проинкструктировали на берегу, что как делать, вот, чтобы, опять же, на воде все правильно человек делал, правильно встал на воду, начал грести правильно, вот. И, наверное, скорее всего, еще посоветовал бы выходить в спокойную погоду, без ветра, без дождя, без грозы, собственно, чтобы вода была максимально тихой, так сказать. Вот. И тогда все получится. Ну, а, например, по, там, предварительной разминке, по выбору доски какие-нибудь вот такие вот вещи? Понятное дело, что, ну, лучше, чтобы человек имел какую-то физическую подготовку для этого дела, вот, потому что, там, грубо говоря, накачать САП – это не сказать, что прям легко, то есть там нужна сила. Вот. А по выбору доски, собственно, надо смотреть по весу человека, то есть какая ему подойдет, и, наверное, по тому, что он хочет от этой доски, какой он стиль гребли хочет. Это, может быть, медитативная прогулочная доска или, там, допустим, туринговая какая-то для походов. Собственно, это вот в зависимости от человека уже. А когда у вас планируется следующий заплыв, вот, относительно, допустим, сегодняшнего дня? Ну, мы будем встречать рассвет в субботу утром. Встречаетесь ли вы в будни, заплываете вы по будням перед работой, перед учебой? Да, я иногда делаю такие заплывы, вот, думаю, в пятницу это сделать, но, опять же, там, надо посмотреть по погоде. Если будет все ок, то, наверное, в пятницу сделаем заплыв. Собственно, будем наслаждаться и встречать новый день. А вот если именно заплываю, то есть перед работой, перед буднями, днями, насколько сильно это влияет, наверное, на сам день? То есть ты какой-то невыспавшийся приходишь на работу или, наоборот, такой заряженный? О, это я расскажу. Мне очень нравится это состояние. То есть, понятное дело, я понимаю, что я мало посплю, вот, понимаешь, что я приеду к озеру и я буду очень вялый. Вот, но потом, когда ты выходишь на воду, смотришь на пробуждающуюся природу, ты встречаешь новый день, и ты наполняешься такими эмоциями, такой, как бы, силой, я не знаю, от всего происходящего, что, во-первых, у тебя появляются дополнительные часы в сутках, вот, день становится больше, больше впечатлений. И, на самом деле, ты, вот, по крайней мере, я устаю только ближе к вечеру уже, когда ты понимаешь, что все, надо спать. А так, на самом деле, одни плюсы – встречать рассвет и вообще вставать пораньше. Александр, спасибо большое, что стал гостем нашей программы, ответил на интересующий нас вопрос. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова